У нас есть такая игра, она называется Угадайка А как вы хотели галузи бегать? Нечего было шутить про локомотив здесь А я в деревне на песне «Не плачь сексом» занимался на сеновое Как на футболе? Ребята, мы выходим между двумя самыми яркими событиями на планете футбола Между фонбет Кубка в России и туром российской премьер-лиги Буквально можно загадывать футбольное желание У тебя какое футбольное желание, Тимур? У меня футбольное желание Да Чтобы на стадионах была хорошая еда В буфете В буфете Не ужасные вот эти, знаете, которые завитрены А где ты ел самую невкусную еду? Вот где ты прям отвратительная еда где была на стадионе? Отвратительная еда на стадионе везде Так На ЦСКА, кстати, самая отвратительная еда на ЦСКА Потому что мы не из-за еды там Потому что вы там лошадей подаете, которые не добежали На каком стадионе лошадей подаете? Это самое вкусное, что есть в мире Ну вот поэтому да, ну хорошо Хорошо, а самая вкусная еда где? На Динамо Да, кстати, вот в этой ложе, где только богачи сидят Толстосунь Я тоже прохожу мимо там, стою там, смотрю Одним голоском там Одним голоском там Одним голоском там Я решил пошутить про то, что это ну из самых последних лошадок делают конину и сделал вот так Футбольное желание у тебя какое? Футбольное желание? Никаких у меня нет футбольных желаний Я хочу, чтобы сборная России вернулась живой и здоровой после матча на Титанике Так же там будет? Да, сборная России со сборной Кении играет в отеле Отель называется Титаник И даже гимну у этого матча есть Разъебем Кению называется Нет, не надо что Разъебем Кению Не надо паники Мы играем с Кенией на Титанике А прикинь, они такие выходят на поле, а там вместо, ну как вот Владита поет и ЦК Нет, нет Давайте попросим игроков сборной России, когда они забьют гол, чтобы они сделали вот так СМЕХ Ну реально Реально Давай Я прям буду ходить и просить об этом Я еще не знаю, кто будет комментировать, но если он не запоет every time in my dream, ну зачем тогда все это будет? И Карпина рука такая на стекло запотевшая СМЕХ И Соболев рисует джики СМЕХ Блять, Соболев рисует джики, это на все поле, ёпта Твое желание футбольное понятно Натуральную величину Яночка, желание футбольное уже сбылось Подожди, мы видим У нас студия подорожала на Это не футбольное желание, это женское желание Это женское желание Я смотрю на твое кольцо Это женское желание Я тебя поздравляю Спасибо Я не вижу реально Я не вижу Я У меня Сколько Сколько стоит это кольцо Найти через фото Кольцевой шазам Да Яна Поздравляю Я не хочу шутить про локомотив здесь Все это время Мы же здесь постоянно шутим Нет, подожди Ладно, теперь ты понимаешь Что будет с локомотивом Остальные передачи Конечно Погнали Расчехляем Давайте поговорим Помимо вот этого пьянкого кольца Да что ты его прячешь Дай нам посмотреть Да вот Там мужчины сейчас, которые смотрят на кольцо Они скажут Вот мой ориентир А это плохой пример Потому что жена так сидит А мне? Даже в шиву Цветка не даришь Сука Я не знаю, у меня другие отношения Ты свои истории рассказываешь СМЕХ СМЕХ Твой последний скандал, да, ты описал? Твой последний скандал? Да Лучше вы расскажите Сколько вы помолочное кольцо дарили? Сколько твое стоит кольцо, которое ты дарил своей жене на помолочное? Ну подожди Не так ты спрашиваешь его За сколько тебе первая жена продала кольцо, которое ты подарил второе? СМЕХ СМЕХ Просто Просто отсудил Отсудил, да? Просто да, мне надо было просто потом от первой жены к кольцу уменьшать Ну ладно А у тебя что, первая жена была Фиона, что ли? Нет, она была СМЕХ Я из браслета делал СМЕХ Как я одним вопросом пересорил всю студию? СМЕХ Нет, я хочу сказать, что Я могу сказать любимую мою фразу Фон Бэ от Кубок России это лучший турнир в мире Олига чемпионов это говно СМЕХ И, собственно, у нас самый классный матч Кто говорил, что там это Реал-Наполи Самый классный матч был Динамо-Спартак Согласитесь Полностью согласен Классный матч Но если ты лег в 9 часов спать, то да Да Поверь мне, я как Джики Я спал с самого начала этого матча Это точно Прям как судья свистнул, у меня сразу же веки Оп и все И только уведомления меня будили, кто забил Есть у нас фотография с этого матча Посмотрите Есть ощущение Первое, что эти двое Надо было СС выбрать Они не заработали 3 очка, а отжали 3 очка у Спарта Ну да Просто такие ОПГ Динамо это Да Вроде как Динамо хороший район стал Да Пришли ребята Сели на картоны Ну-ка это Адбаскаль, иди сюда Ну-ка подпрыгни Он подпрыгивает О, у тебя там 3 очка гремит Давай Давай к нам Не, надо было сказать Он хотя бы очко гремит 3 очка там вообще давно не гремят уже СМЕХ 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 Так, ну что, а я напоминаю, что любые Ты больше ни у кого не будешь ведущим, Костя СМЕХ 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 Слушай, знаешь, кроме спорта еще очень много есть сфер в России Знаешь, нефтяники, газовики, а там Костя только хорошие вещи говорит Если он в каждую сферу зайдет с шуткой про очко, он до конца жизни будет здесь разговаривать с голосом Это не я говорил, Вар, посмотри, я этого не говорил Вар говорит, посмотри очко Я сказал, подпрыгни, 3 очка давай Представляешь, посмотрел в очко, а там Вар Надо в КДК с этой фразой идти, тем более, что у нас в гостях человек, который знает на своем опыте, кто сидит В КДК, Влад Радимов, легенда российского футбола дайте ему знак АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А то будет падение, как в этом году будет падение зенита АПЛОДИСМЕНТЫ Да, кстати, падение зенита будет в этом году? Ну, он уже идет АПЛОДИСМЕНТЫ, да, вовсю? Ну, могут они подняться? Могут подняться, могут не подняться. Тебя снимают. Пока ты думаешь, я могу сказать, как можно подняться. Можно взять и получить 2000 фрибетов по промокоду БРО. Где? В приложении Фонбет. Где? Прямо под этим видео в описании. Вперед, ребята. Так можно, извините, подняться? Может, может. На какое место? На место локомотива. Я правильно понимаю, что сейчас это... Да, 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 это у нас такая тема. И у Яны немножко премиальные меньше становятся. В смысле? Микроволновочка такая похуже. Уже не с сенсорным экраном, а скрутил. Колечко такое. Ладно, я сама работаю. Подожди, так что в целом микроволновку я могу позволить. Да, они... Ты по всей стране висишь, что это не только микроволновка. Я видел вчера в аэропорту Сочи Яну. Хотел сфотографировать, но там был не очень красивый мужчина. Но она убежала. Нет, нет, там постоянно менялся фон. И стоял не очень красивый мужик. И я пытался как-то найти ракурс, ничего не вышло. Я решил не фотографировать. Это что за огромный такой мужик стоял, который плакат закрыл Яну? А я видел Яну с выпавшим пикселем, и у нее такая была квадратная мушка на щеке. И такая Яна стоит, и у нее вот здесь нет куска просто щеки. Хорошо, что на остановках, когда вот эти бумажные плакаты, что у меня еще усы не подрисовали. О, кстати, классно, давайте сделаем конкурс «Разрисуйте Яну». Реально, возьмите фотографию Яны в конкурсе. Реально, Ян, победителю на сыграть ребяток. Сколько? Ну сколько, ребята, 5 тысяч прибылок. 5 тысяч, да. Только не рисуйте ее как Буденного сразу. Вот это банальщину не надо. Буденного и Д'Артаньяна не надо. Да, выкладывайте фотографии в соцсети, отмечаете Яну, а мы найдем автора самой-самой классной. В общем, вперед, друзья-ребяточки. Классно, что во Влада радио его пригласили, не задали ни одного вопроса и зафигачили Яну. Не, ну мы-то его приглашали, когда «Зенит» был чемпионом. Откуда мы узнали, что пока он сюда доберется, они будут в жопе? Нет, Влад просто смотрит на кольцо, такой, да, браки, это, конечно, здорово, обожаю свадьбы. Да пиздец. Нет, Влада это потратила, я смотрю на ее кольцо. Владик, первый вопрос к тебе. Как ты думаешь, КДК те же работают или какие-то там есть изменения? Да нет, изменения-то есть, а смысл-то тот же остался, человек. Ты как не посмотришь какие-то... То есть это там такое по наследству, да, от отца к сыну переходит? Там дух. Дух там, да? А знаете старую дурацкую шутку про КДК? Давай. Почему в женском футболе нет скандалов, потому что у них нет КДК? А, вот типа вот это. Ой, это вообще... В женском футболе недавно футболистку «Локомотива» просто вырубила жесткое столкновение такое было. Но, слава богу, что с ней все в порядке, она здорова, все хорошо, так что... Да, давайте пожелаем всем... Вообще, девочки, молодцы. Да, я включаю как-то, что делаю. Ты так, кстати, знаешь, что это было? Я отлично. Не очень. Я не скажу, что я его смотрю, но он мне нравится. Я не знаю, как это объяснить. А он тебе нравится как, до или после? В принципе, что он есть. Так, мы знаем, что Влад не один, кто напрямую проявляет свое недоверие судейскому корпусу. Недавно вышло гениальное интервью у Виктора Гончаренко. Все же видели его, как он просто стоял, молчал. Это, в принципе, я на уроке физики, когда мне говорят. Итак, у доски когда-то разговариваются. Закон Ома. И это такое. Не, ну и не так, конечно. А он сразу выходит, говорит, я могу вам рассказать закон Опа. Вот, и Урал уже выпустил мерч, связанный с этим флэш-интервью, пожалуйста. Мы пошли дальше и решили, что можно сделать другие футболки вот с похожим мерчем. Итак, Динамовский, пожалуйста. Нет трофеев. Нормально. Я хочу такое. Дальше, следующее. Это ЦСКА. Нет защиты. Не может быть с таким лицом, нет защиты. Посмотри на, какое. У Валентиныча какое сосредоточенное лицо. Это же Дэвид Джонс из «Пиратов Карибского моря», да? Да. Его глаза. Да. Факел. А, нет, Спартак, Спартак. Все вроде есть, но нет. Слышь, Зенит будет, Слышь? В чем? Нет. Вот. Факел. Нет сна. Сочи. Нет смысла. И Ахмат. Нет, извинись. Скажи, а вот ты, ну, вообще, ты жжёг всегда на интервью. Как ты себя сдерживал после матча, чтобы матерные слова не выворачивать? Я не сдерживал, у меня попадало, что я и говорил о них. Слушай, ну, приходит один раз в журнале, причем Вася Уткин звонит, говорит, слушай, там новый такой журналист, вообще классный, говорит, пожалуйста, дай ему интервью, а мы с Севильей играли. Что-то через финал УЕФА, и первый матч проиграли, в втором старались, один-один. Ну, и журналист стоит, прихожу после игры. А журналисты, извини, русские? Русские, русские, да. Вася его куда-то взял, он говорит, слышал, он тебя ждет около автобуса. Я говорю, хорошо. С камерой такой стоит. Ну, вот вы сегодня играли, там, вот, как вы хотели дальше пройти? Я говорю, мы старались, мы старались, атаковали, создали момент. Он говорит, ну, вы плохо старались. Новичок пришел, ёпт. Ну, я спокойно говорю, ну, да, мы старались, знаешь. Он говорит, да, ну, вы мало создали. Я говорю, да нет, вот мы создавали моменты, пытались переломить, пытались пройти дальше, как обычно, спасибо болезнищикам, то есть, да. А как вы хотели голы забивать? Я говорю, это был не я, отстаньте, это 2006 год, я еще... Ну и вырвалось, как бы я не хотел, но когда тебе одно и то же, знаешь, надо было как гончарин просто стоять. Да, сто процентов. И молчать, а? Просто у меня есть небольшой опыт, очень похожая история, могу сказать, что прям работает. Давай. Я хотел просто спросить, а еще в каких-то акциях участвовал, Влад? Посади дерево там. Ну, просто посади дерево, Андрей Аршавин с Юлией Барановской когда-то участвовал, были же еще какие-то, например... Они насажали деревья. Ну че, подожди. Дендропарк целый. Спартак отдали. Младшуха тренируется там. А только вот так, да? Ну, просто... Ну, это кустик пока, подожди. Ну, вырастет. Пока еще не дерево. Просто в российском футболе мы более-менее об этом знаем, а вот ты же играл там в Сарагосе, в Динамо, где было написано «Экономика и жизнь», там, не знаю... Жизнь была? Жизнь вообще реклама, да, экономика и жизнь. Я поначалу приехал в Динамо, думаю, господи, а что это значит? А это газета оказалась. Я тебе больше скажу, я когда приехал в Сарагосе, пять лет играл, у меня здесь реклама «Матраса» была. В год. А снимался там в рекламе какая-нибудь? Ну, что-то не «Адидас» там что-то такое. На самом деле, я очень расстроился, когда... Я не знал, что такое «Тека» у «Реала», которое было написано. Я очень расстроился, что... И «Тека». А? И «Тека». Что это сантехника. Да. Я просто охренел. А ты думал, это что? Но самое смешное, самое смешное, что в Москве, когда открылась «Академия Барселоны» на авиапарке, я там делал ивенты, захожу в уборную, а там стоит сантехника и «Тека». В «Барселоне» есть фанхо-приалка. Слушай, кстати, про рекламу, про «Матрасы», я вчера что-то с товарищем сели читали, самые странные диковинные работы, которые существуют. Там один какой-то поднимальщик, ну в том числе поднимальщик пингвинов есть такая. Да. А еще есть профессия пант собирать по запаху. Как будто там на матрасе надо 12 часов спать в сутки, тогда ты будешь хорошо заработать. Хорошая работа. А еще есть такая профессия, как считать комаров, кстати. Удивительно. Я вообще не знаю, где. Я просто начала считать, считать комаров, да, ловить комаров и посчитать их. Нет? А это, 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 это Наир тебе про раздевал коломотив? Да что ты с твоим Наиром-то уже подоел мне? Да. Владик, расскажи, была очень интересная один раз у тебя история в 90-х. С Оленичевым вы там что-то где-то набрались, с какими-то авторитетами из 90-х там начали на соревнования выпивать. Ну нет, мы не выпивать, нет. Вот это про эту акцию расскажешь? Вот эту акцию. Потому что, видишь, Костя задал такую тему на карташах сидеть. Мы так не будем сейчас садиться? Слушай, ну 90-е, заканчивается тур, мобильных телефонов нету, да? Да. Значит, гостиница «Космос». Ты где играешь тогда? Возможно, я в ЦСКА. А. Оленичев в «Спартаке». Оленичев носит мячи тогда еще пока. Не, уже нет. Я ж не помню. Он в том числе и мячи носит. Он в «Спартаке». Мобильных же не было. Ну и точки были встречи, я уж простят меня. Найтфлайт на Тверской все знают. Да, но он закрылся. Не все знают. Не все знают, но он закрылся. Тут люди интеллигентные стоят. Ну, кто захочет, загуглите. Найтфлайт. Кстати, ребята, я так рассказываю. Хорошо, что он закрылся. Это место, куда надо заходить в Мироместине вот так облитом уже. СМЕХ Там уже нет этого места. Оно закрылось. Там уже вареничное, кстати. Дискотека дважды два. Да. Одна из первых. В Олимпийском, да. Да. Нет, не в Олимпийском. Дважды два? ЛИСЭС была в Олимпийском. А, да-да, точно. А это была в кинотеатре «Россия». И, значит, в космосе дискотека называлась «Солярис». Ну и мы после тура, там, я холостой, Оленичев холостой. Мы раз вместе в «Солярис». А ты что, Тарковского пришел посмотреть? Да. С пивом, говорит. Ну, естественно. А там болельщик ЦСКА как раз был. Он у нас в 7 раз. Там хорошенький столик. И я заходил все время и говорил, слушайте, там, если потанцевать, дым запускали в 90-е. Угу. И захожу к диджею и говорю, слушай, дым запусти, мы там сейчас с Оленичева потанцуем. СМЕХ Он послушал, он говорит, блин, сегодня сломалось. Я стою так, это наличка же была, так, 200 долларов даю. Говорю, два дыма запусти. Тут же, раз, заработал. Меня Оленич сегодня травит. Говорит, слушай, ну два дыма за 200 долларов никто не покупал, наверное, все же. Ну и что, начали какие-то плясать девчонки туда-сюда. И какие-то пацаны такие, без шеи, знаешь, 90-е. Да. Ну и такие, типа, а мы у нас... У меня та шея только в 2001 появилась. Я тоже. До этого не продавалась. И, значит, пацаны из 90-х такие приходят, а мы дорога в облака Сюткино. Я и Олени... Ты можешь представить? Я и Оленича в дорогу в облака. Легко, кстати. И два дыма. И они... Это нереально смешно. Жаль, хорошо, что не было видео. Представляешь, кто-нибудь на телефоне... Очень жаль, что не было видео. Вот. Не было телефона. Это классно. Ну и они подходят, говорят, слушай, у нас тут такая тема. Говорят, мы хотим, это, бум-бум потанцевать. Ты Оленич, представляешь, метр двадцать? Он такой парень говорит, перебей, ёпта. А они говорят, а ты кто? Оленича в гневе, ты чё? Я боксер из Саратова. Значит, вот эти все, они с танцпола уходят, мы с ним дотанцовываем. И они совещатся, ну, видимо, пробивают. Тут такой боксер из Саратова. В этот момент... В этот момент подходит генеральный и говорит, слушай, у нас там запасной выход, через кухню валите нахер отсюда. И всё, и мы... Потому что там боксер-то и смоленцы, а не Саратова. И мы свалили. Да. И получается, ребята дотанцовывали уже на багаже Оленичева. Ну... На дымом багаже Оленичева. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, кстати. Ты знаешь, где образовалась новая танцевальная пара? Чудо-службие. Да, да, да. Пока Оленичев нигде не тренирует, Влад-то занят, Оленичев мог бы их потренировать, да? Да, конечно. Поставить им какой-нибудь танец такой интересный. И дым за 200 долларов. Я думаю, может мне дымом вообще заниматься за такие деньги? И Оленичева каждый раз звать. Так, а скажи, пожалуйста, у тебя испанский как вообще сейчас? Нормально. Нормально? Ты сейчас вообще разговариваешь на испанском? Часто тебе звонят? Да, Лопенья звонит. Слушай, у меня вот дочь сейчас учат испанский. И ты с ней разговариваешь? И я ее обучаю. А, ты ее обучаешь? А, не я обучаю. Так, поэтому... Я ее проверяю. Репетиторы на испанском вроде бы. Я ее проверяю. Это Влад на хэдхантере, да? Нет, это знаешь, это я, слушай, это я вчера смотрел, вчера я смотрел футбол там какой-то, я не помню, ну, кубковый какой-то, фонбэт Кубок России. И знаешь, и переводчик переводит там... Если не помнишь, значит, Спартак играл. Может быть. Вот там кто-то стоит у кромки поля, знаешь, и он по-испански дает интервью. И переводчик был с таким лицом, который хотел сказать, ты что за хуйню несешь, блядь. Он стоял с лицом, как будто он не понимает, что он тут говорит. Знаешь, какой-то набор слов там, он быстро-быстро из Оренбурга, кто-то там быстро из Оренбурга говорил. Так, 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 тоже Влад обучил дочку, знаешь, и они все говорят, кто-то я учил испанскому. А я как-то стоял, разговаривал, и был Виктор Советович Анопко, и он же говорит, когда он гэкает, вот произносит там, он говорит, он ногой там ударил, вот так он говорит. И тут звонит у него телефон, и он начинает на таком чистейшем испанском говорить, что у меня... Превращается, да? Ну, подожди, ты не понимаешь, что для тебя чистейший испанский, вот там он тоже, может быть, гэкает? Просто ты это не слышишь. Нет, я слышу, я учил испанский по песням Мегуста Каманена Мегуста. А очень прикольно, на самом деле, как-то... Это аргентинцы, знаешь, как разговаривают, они просто съедают окончание, у них недалекого прошедшего, у них все в одном времени. А я как мудак, когда приехал в Испанию, начал учить, все времена, их там 13, недалекое прошедшее, только совершенное и так далее. А потом, когда я понял, что можно как аргентинцы, я думаю, ой, идиот. Скажи, Платак, скажи, ты как быстро выучил язык вообще? Слушай, ну... Не, подожди, извини, извини, сначала первый вопрос. Ты когда в Сарагоссу приехал, там еще русские были? Ну, во-первых... Ну, чтобы с кем-то общаться, или ты прям сразу попал... Ну, это 96-й год. Я, когда приехал в Сарагоссу, я вообще не понимал, где она находится. Ну, через навигатор с небом... Ребят, в Сарагоссу находится? Море от Сарагосса далеко? В Испании. В Испании, во-о-о-о! Я примерно так же представлял, куда я езжал. Сел на Красных Воротах и выехал на Сарагоссу. Так, ну, представишь, 20 лет, ты приезжаешь, у тебя жена беременная, ты ни хрена языка не знаешь, испанцы по-английски не говорят, но я, в принципе, тоже по-английски как это... Как индейец. Ну, и месяца два-три мне понадобилось, я, правда, с учителем учил. Всего два-три месяца? Да, через три месяца уже я интервью даже по-испански давал. Ну, а, кстати, вот после этого тебя очень сильно начинают уважать. Ну, а когда ты один в команде, ты все равно тебе надо что делать. Владик, расскажи, пожалуйста, нам историю. Расскажи нам историю. Я зато в аптеках про беременных. У Влада есть история, лучшая история в мире, это как он играл первый свой матч в Испании. Вот это расскажи лучше. Люди, наверное, не знают, как ты вышел на поле в Севильи. Да, это, значит, 96-й год я точно помню. А чемпионат Испании, он начинается либо последнее воскресенье августа, либо начало сентября. Севильи в шарище же, капец. Гений. Ну, вот. СМЕХ Ну, нет, его даже называется «Ковородка». Значит, это же самый жаркий город Испании, получается, и стадион, ну, вот этот Санчес Писхон. Матчи все в 5 часов вечера начинались. Я, значит, пришел и контракт, чтобы поменял, на 6 лет подписал. СМЕХ СМЕХ Сука, я вспоминаю. Плакать хочется. Жара градусов, ну, я врать не буду. Ну, 45 точно. Ну, 45 точно. И на трибунах 45. То есть ветра нет совсем. И да, надо же бегать. СМЕХ 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 Я кляну. СМЕХ 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 Матч заканчивается. Я так сел в разделах, когда они говорят, русские, ну что, давай одевайся. У нас самолет, сарагус. Я, говорю, что самосошли? Я 6 лет подписался. Купите, говорю, в Москву. Пора мне ни денег, ничего не надо. Верните меня обратно. СМЕХ СМЕХ Так, а по поводу испанского языка. У меня есть несколько фраз, которые мы бы хотели услышать на твоем испанском языке. СМЕХ 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 Ты хочешь меня еще в Испании сейчас? СМЕХ 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 Так, ну-ка, отмотайте пленку, на 96 год. СМЕХ 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 Ну, классика тут нельзя переводить. Мне кажется, это классическая фраза. Конечно. Это нужно в авторском тексте. А вот эту, дома сиди, ёпта. СМЕХ 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 Хорошо, а мой ненаглядный боль моя, мой ненаглядный я твоя. СМЕХ 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 Я знал, что это будет, я знал. СМЕХ Поверь мне, я... СМЕХ 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 Мне бы проще, мне не надо было приглашать никого выступать. СМЕХ 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 Напишите самый неудачный саундтрек для секса. Если бы таким ритмом, я бы только двухстрочи, и я пошёл бы обратно. У тебя тиктоки, да? 15 секундный. У меня 15 секундный тиктоки, да. Давайте вернёмся к футболу. СМЕХ СМЕХ Это ещё... Наконец-то уже! Это ещё зачем? Это кто? За футбол! За футбол! У нас крышки красно-белые, специально чтобы не чокаться, спартаковские. Нет, тут написано Это в цветах компании Фонбет 2000 фрибетов по промокоду БРО Как раз сейчас мы будем зарабатывать фрибеты Я буду обрисовывать во всех красках Эмблемы клубов, а вы будете угадывать Владислав, вы тоже должны принимать участие Потому что у нас гости обычно приходят И ты смотри, пожалуйста, я не в глаза Как Гончаренко, а сейчас нужно говорить Кнопка у тебя вот там Я буду Она описывает словами Эмблему Любого клуба? Абсолютно Да, я буду на словах объяснять эмблемы футбольных клубов Но можно ли там сузить? Из России клубы? Нет, сейчас это будут клубы Испании Испании Здесь вообще все очень здорово У вас есть кнопки И кто угадал, нажимает кнопку Если ответ правильно, получит 500 фрибетов от Фонбет А ребята могут подсказывать, если что? Ну, они могут в ваших командах Просто люди там в комментариях пишут Кто руководит? Кто-то руководит вами? И вдруг такой, знаешь, один откуда-то Это я Это я пишу и я руковожу Ведите шоу дальше Спасибо Да Итак, первая эмблема Блин, они вообще капец какие-то сложные Не знаешь геометрических фигур? Я подскажу Я даже уже... Все, геометрия здесь вообще не работает Я напомню Чтобы сделать не вот так смотреть поближе В общем, эмблема Она из трех цветов состоит Как щит, представьте, да? Из трех цветов Синий, красный, белый Первый был Тимур А Сосуна? Нет А вы читаете команду? Сарагос? Нет Где там красный цвет в Сарагосе? Ну какая разница? Подождите, наверху Наверху, значит, сидит как бы как Какой-то Карлик Ой, маленький человек Нет, как будто как божество женщина какая-то Божество женщина Как будто она пишет Божество женщина Божество женщина Это семейный герб Константин Анисимова В общем, она пишет что-то, наверное Под ней какой-то дом Подожди, стой, стой, подожди Что значит пишет, наверное? Дайте договорить Она пишет или не пишет? Что она пишет, наверное? Ну, она как бы на тебя смотрит, но у нее в руках ручка. Или перо себе. В сборной библиотеке. Что это? Под ней как бы дом. Женщина пишет, под ней дом. А под, а там еще, знаете, как бы разделено все желтым таким цветом. А под, как бы корона, какой-то ромбик, буквы. Это вообще максимально сложная какая-то эмблема. Я даже не знала, что... Красный, синий, белый, да? Да, красный, синий, белый. Точнее, белый, ну, как бы, если вот так вот смотреть сверху, то белый, красный, синий. Да, депортиво. Нет. А там нету... А я как раз в разы руку. Депортиво. На любую... Если вам это поможет... Давайте так, ребята, пишите в комментариях. Да, ничего не надо. Подожди, не надо, не надо, подожди. А там русский когда-нибудь играл, ты что-нибудь знаешь про это? Нет, она должна эмблему описать. Давай, давай, слева направо пойдем. Вот давай, вот берем эмблему, идем слева направо. Вот смотрите, сверху, да, она как бы как щит. Такую эмблема. Ну, щит или в щите это нарисовано? Да, блин, в щите это все. Три цвета, белый, красный, синий. Не нажимай. Белый, красный, синий. Там наверху сидит как бы женщина, как бы божество такое. Не, мне просто в животе что-то забурнал. Потом под ней дом какое-то, здание, и под там корона, ромбик. Корона, ромбик. Минус 500 очков в команде Нагучева. А если... Он на кнопку не попадает, посмотри, напился. Они играют на стадионе Эммануэль Мартина с Валером. Бля, сейчас Влад сдает точно. Давай, Нагучев, эш. А я откуда знаю, я не знаю стадион с названием Валера, я вообще не знаю. Ростовский стадион как называется, по-твоему? Валера, верим, открытие арена. А вы знаете, кстати, что в Испании, когда вот комментатор производит матч, да, он не говорит город, он говорит со стадиона мы транслируем. Ни разу, ни с Памплона, ни с Саратов. И никакого Валера, ты не знаешь стадион Валеры? Что-то знакомо, откуда? Ну это клуб из провинции. Как и все остальные клубы, кроме Реала. Как-то там провинция, не знаю, Алеканто как-то или Алеканд... Алекандро. Алекандро. О, Эркулес. Нет. Там больше нет команды справиться с Алекандро. Овсянка, я тоже кашу буду. Но на такую же клубу на Э начинается. На Г? На Э? Э. Эльче? Да. Я выиграл. Капец, хрень. Вот они намудрили, а? Это женщина в наушниках. Почему ты не сказал, что написано в ФК? Мы бы сразу же догадались. Слушай, это какая-то вообще... А почему, сися внизу или что там написано? А, сияй-яй. А что значит сияй-яй? Ну, клуб, да... А, сияй-яй, сияй. Это песня такая была. Давай дальше. А что ты ничего не сказал? Я денег выиграл? Да. Да, плюс 500 фрибетов. Я могу их переставить сейчас? Можешь. На ЦСКА пообеду чистую. Да. Это придет гребен. Слежащим дубным. Так, идем дальше. Значит, опять же, щит. Они все так начинают. Да, все. Там разделено такой молнией. Значит, с одной стороны три буквы. Ой, а это... Блин. А что нельзя-то? Давай, говори. Нельзя было сказать, что это Рая Валикана. Это Рая Валикана, конечно. Это Рая Валикана. Вот эта штука. А я когда первый раз Рая Валикана вышел в... Как она там? Премьера, да, называется в Испании? И как говорили, Рая Валикана. У меня всегда слышалось рай для великанов. Думаю, блядь, что это? Ну, типа, что за рай для великанов? А это комплекс твой, да? Что для тебя все большие люди это великаны? Ну, вот насчет слышится, хочешь историю. Значит, играем на ноу-камп. Вот такая играем на ноу-камп. Играем на ноу-камп. 4-1. Барса ведет у нас, Рональда 3 забил. Возят, по-моему, удалили уже кого-то. И возят почти минут 10 до конца остается. Уже не знаешь, где ты находишься. И такое ощущение, что все нау-камп такое. Ра-ди-ма-ф, Ра-ди-ма-ф. Я думаю, бля. Прислушался. А это Рональда, Рональда. И пошел в тель встал. А ты думал, что он видит на ударке, да? Так, идем дальше. В следующей эмблеме. Костовой так должен быть до сих пор, как Месси кричат. В следующей эмблеме. Это про меня. Так, давай. В следующей эмблеме, Костя должен это знать. Почему именно Костя? Потому что сейчас я объясню. Там цвета. Красно-синяя? Да, ЦСКА. Так, там много команд таких. Потом вот так вот белым как бы они перечеркнут. Написано название клуба. И под ним как будто волейбольный мяч. Как стадион называется? Ассасуна это? Нет. Почему все Ассасуна у Тумура? Мне как раз не интересно. Элеванте. Да, правильно. А с летучая мышь. А? А с летучая мышь. А с летучая мышь, да, вот есть. Потому что были колготки такие. Летучая мышь, видишь? Помнишь? Ой, я не увидела летучую мышь. Тим, можно я подвинуть? А на бутылочке боках, значит, ты увидел. А у меня здесь не так, кстати. У меня здесь почему-то все черное. У меня здесь нет. Я с Костя должен был сказать, есть такие колготки и показать. Да, я говорю, что Леванте. Ты мне про колготки говоришь. Почему волейбольный мяч? Потому что я подкаблучник. Почему волейбольный мяч? В детстве у меня был такой мяч. Да? Он когда намокает, он не подняет. Так медицинский становится. Медицинский мяч же, набитый резинкой. Идем дальше. Следующий вообще очень легко будет. Валерий, 1975 года. Да. Ты еще маленький. Откуда ты такой мяч помнишь? У меня в детстве тяжелое было. У меня осталось по наследству. Следующая млема будет вообще очень легкая. Внутри Лев. Внутри кого? А наверху корона. С Сарагоса. Жменька тогда. Правильно. А если вы... Как будто бы английские, как будто бы англичане открыли команду. А если Сарагоса такие, как бы... В Кончельске же, по-моему, получают какую-то пенсию от Манчестера Юнгера. Тебе какие-то ништяки отправляются? Там, хамон, может, из... Да, полтора года назад они отписались от меня в Инстаграме. СМЕХ СМЕХ Ну и последняя эмблема... Это опять касательно Булановой. Значит, ей присуждают... Чего он сразу ржать начинает? Я говорю, а ей присужили... А у нас как у Малахова, у нас в гостях Татьяна Буланова. Заслуженную артистку. Ну мы хорошо отметили, когда ей заслуженную артистку. Я говорю, слушай, а что какие-то что-то дают? Тут олимпийский чемпион какой-то получает. Она говорит, да, бесплатно похоронят их. СМЕХ Ну сказал, я не знаю, правда? Бесплатно похоронят. Да почему бы я, наверное. Вы по этому развилищу не воспользовался этим? СМЕХ Есть еще эмблемки? Еще последняя эмблема осталась. Итак, Тимур. Почему Тимур? Бесплатно похоронят последняя эмблема. Ян, что происходит? Тимур, представь круг. А там внутри... Реал Мадрид. Нет, там внутри два цвета. Даже больше. СМЕХ У тебя черно-белая? Да. Черно-белая. Подожди, а ты знаешь, что я говорила? Там пегас без крыльев. СМЕХ То есть конь просто. Она вот так завернут. Пегас без крыльев. В общем, четыре цвета. Разделены... Подождите, они разделены на два цвета. Зеленый и красный, а внутри желтый и белый. Там одни птички или самолетики, я не знаю. Как будто вот так вот разделено крестиком, и там сердце, а внутри... Это пиздец. Это сельта. Нет. А наверху футбольный мяч. А где сельты? А там... Все. Зеленого цвета нет. Зеленый цвет. Зеленый цвет только есть у Бетисса. Это Реал Бетис. Нет. Это Реал Бетис, я сказал. А как я сказал, так и будет. По крайней мере, в этом шоу. Нет. Может быть, это все-таки Реал Бетис? На хэ. Хитафи. Правильно. Как это возможно было догадаться? А почему? Это самый ублюдский подожденный мяч, который я видел. Что ты сказал? Это самолетики или птички? А что это в итоге? Самолетики или птички? Мне кажется, это только угодно. На ловочку много человек пытаются... Или это уродские птички, или ребенок рисовал самолетики. А что, если это много привидений? А вот это луковица или что ли? Нет, это сердце такое. Это сердце, которое насильно примотано к эмблеме хитафи, потому что болеть за них невозможно. Вы видели, как они играют? А мне кажется, это свекла. Да. Я тоже есть хочу. Слушай, а ты еще помимо Испании в Болгарии играл? Ой-ой-ой, да. Ну, играл-то грунт. Расскажи разницу между болгарами и испанцами. Где режим соблюда? Я знаю, что в Испании просто люди обычных профессий, они когда уходят на обед, чтобы поесть и не накатить стаканчик вина, ну это, считай, не ел. Ну, реально, в обед все... Считай, что Влад вообще когда был в Испании не ел. А в Болгарии? Пивчанского стаканчик сразу же. Бокал вина на обед. Это же, ну, как здрасте. Испанцы? Да. Да. На утром, я вышел утром, иду по Испании, захожу в Тапас. А ты что мне врал-то постоянно, когда мы сидим? Ты знаешь, я очень долго не мог прервать. Ты почему-то там мы виски с тобой пьем? Но мы же русские. А, все. Ну, я объяснил, виски, знаменитый русский напиток. Утром, Испания. Я иду, как туист такой, думаю, надо сейчас походить, пока жарко не стало, там, пофотографировать, все, насладиться Испанией. Смотрю, идет мужик. Такой, значит, костюмчик, кейс у него такой. Он заходит в Тапасушную, берет стаканчик пива, ему тарелочку с бутербродиком, с таким изящненьким. Он, значит, хлоп этот пиво выпивает одним махом, заедает бутербродиком и на работу. Он крышует просто этот квартал. Нет. И так делал каждый второй мужик просто. Вот так они шли на работу. Время там 8.30 утра. А ты что делал в 8.30 на улице? Я вышел, пока жарко. Я иду домой, да? Так жарко не стало. И я думаю, а нахрена мне это все? Я сел в Тапасушную и просто до закрытия просто сидел там и пил. И не видел вообще города. Вот так я путешествовал. А в Болгарии? Берите меня с собой в поездки. Я вот брелок. Слушай, а в Болгарии, что в Болгарии? Все разговаривают на твердых знаках же, да? Я в Болгарии получал столько денег, что я мог купить целую Софию по сравнению с ними. А почему? А ты из-за там... Я, во-первых, развелся в Болгарии, ну, перед Болгарией развелся, приехал один туда. Я жил, как, знаешь, в этом фильм «Маска», помнишь? Когда он заходит на дискотеку, у него так купюры вылетают. А там еще он... Я примерно так ходил. Он там еще открыл кладовку, а там все забито долларами. Это я в Болгарии. Только у меня не долларами, а как у них эти называют? Левые. Левые, да. А ты был такой скучный вагдар, да? Представляешь, какие деньги в Болгарии? Ты знаешь, я сыграл у них там 6 или 5 матчей, они меня включили в символическую сборную десятилетия. Ну, я думаю, не за футбол. А чтоб ты уехал скорее, да? Может быть. По зарплате. А Головской был в тое время там, да? Ну, он там прям легенда, да, был? Он же там играл, по-моему, с 15 лет. Он потерял документы, говорят, не мог выехать. Нет, нет, он говорит, ты хочешь уехать, он говорит, да, а для них это нет. Про Головского история вообще гениальная, значит. Ну, во-первых, я приезжаю, а я из Испании приехал, а он там жил. Не знаю, обидится, но это старая история, значит. Навряд ли он смотрит эту программу. Я думаю, ну, может, расскажем. Но мы отправим. Значит, он говорит, приезжай, мне снимают квартиру, у меня четвертый этаж в Болгарии, а он на пятом живет с девушкой, причем девушка, дочка какого-то замминистра. Болгарка? Да. Она, причем, очень хорошо говорит по-русски. Она в первый же день на меня обиделась из-за того, что она приготовила поесть. А типа в гости так? Да, первый день познакомиться, мы с Костей сидим, первый день там что-то, ну, вина, ну, или не вина, неважно. Ну, готовим, и она... В смысле ты отказываешься от секса втроем, да, она так же... Нет, 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 и она хорошо говорит по-русски, как раз мы об этом говорим, я вот русский изучала, хорошо, а мы уже чуть выпили, так и она говорит, пойду картошку достану из холодильника. А, я говорит, нет, и она говорит, я, говорит, посадила картошку в холодильник. Ну, вместо... Положила, она говорит, я постою, я сижу, говорю, ну, что, проросла? У меня истерика сразу. У меня посудили. А она мне полчаса рассказывала, как она хорошо говорит по-русскому языку. А ты понимаешь... И все, у нас... А, ну, так, теперь понятно, почему только пять мафий сыграл в Болгарии. А где-то был Константин Головской вот сейчас? В этой истории он рядом. Константин Головской история еще дальше, значит, поскольку она дочка там замминистра, какие-то министры заседают, не заседают, а какого-то день рождения. И, значит, у этой девочки, с которой Головской жил, у нее крестный какое-то из правительства. Ну и... А я чуть опаздывал, у меня тоже... Болгарский фей такой, болгарский фей. Подожди, Тим. Не болгарский фей, это другое. Ну, там какие-то министры, кто-то еще. Короче, у отеля куча охраны, машины с мигалками. Ему 55 скоро как раз. Ладно. Так, нет, нет, нет. Да, машины нет, не буду рассказать. Нет, ну, прости. Прости, он ржет, я должен был это закрыть. А я не хочу. А если я извинюсь? Да, давай. Ладно, прости, пожалуйста. Ну вот, значит, история. Сидит... Влад Филла. Мы чуть опоздали с Головским, приехали на машине, там в машину понаставлено, на охрану какой-то сидят вот эти все министры. И эта девочка сидит на коленях у Крестного. Крестному лет 60. А девочке? А? А ей сколько? Ей 20, но она не на коленях, она рядом с ним болтает, а Головскому показалось, что она к нему флиртует. И он подходит к замминистра, блядь. Я смотрю такими шарами, не понимаю. Ну, он начал его пить, прибегает охрана к Головску, я, естественно, начинаю вступаться. Сходили на день рождения к какому-то министру. Если Влад расскажет еще одну болгарскую историю, тогда мы поймем, почему его включили в сборную пистолетия и выпиздили из страны. Но это не я и Головской, что я сделал. Так, послушай, на самом деле болгарский язык, он похож на русский, но из-за этого, собственно, смешной. Ко мне однажды в общежитии, когда я в институте учился, зашел болгарин и говорит, у тебя есть конец? Я, чтобы видели все, я покажу. Прихожу на тренировку, на одну из первых. Видно меня здесь? Вот, да, там, наверное, в эту. Ага. Да. Значит, слушайте внимательно. Тренер по физподготовке говорит, сведите пятата. Это пятки вот так сделано. Разведите колената и задрыгайте кроката, блядь, вот так. Я говорю, сука, вы пока русский язык не выучите, я здесь прянуться не буду. Я за тренировку ржал, я говорю, нахер вы исковергали русский язык, можно просто сказать. Пятки сведи колене, кроката. Так, давай поговорим про ассоциации, я тебе буду говорить кого-то, называть кого-то или что-то, а ты быстро говоришь ассоциацию, желательно в одно слово. Итак, погнали. Валерий Карпин. Ассоциация. И. И? Ну и. ЦСКА. Кони. Жозеп Клотет. До свидания. Александр Мостовой. До свидания. Игорь Шалимов. Алкоголь. Крепкий. Георгий Черданцев. Язык. Я как Гончаренко. Абаскаль. До свидания. Зенит. Чемпион. Самара. Самара, любовь. Захарян. Сан-Себастьян. Сарагоса. Город-сказка. Тудроц. Следующий вопрос. Чисто Питер. Фантастика. Семак. Друг. Геннадий Орлов. Друг. Мэтр. Да. Властимил Петержалов. Казино. Ну, да. Казино. Динамо. Ненормативный. Можно? Можно. Нежно. Нет трофеев. Хорошо. Владимир Быстров. Валенок. Татьяна Буланова. Не плачь. Сергей Карасев. Прическа. Владислав Радимов. Легенда болгарского уфа. Ну, в ряд. Тут много. Причем, да, в символическую сборную, где всего один человек. Просто по центру поля Радимов. А кто еще там в этой сборной, ты не знаешь? Я еще 10. А, вот так. Влад, слушай, как раз насчет сборной. А правда такая легенда была, что Кончельский с первые два года тебя Дима называл? Да. Почему ты отзывался на Диму? Я же рассказывал историю, нет? Ну, должны мы рассказывать. А ты думаешь, что это твои зрители, которые за тобой видят? Нет, может читали. Это наши зрители. Как Форест Гамб, когда он бежал, и за ним люди бежали. И за ним такая толпая. Настя история, да, я не помню, где-то играем за сборную. Мне 18. Не было же гаджетов. Я же рассказывал только что. Ну, и садимся. А, в Шотландии мы играли, точно, я помню. И заканчивается матч, мне 18. Илюха Ценбаларь подходит после матча, а мы здорово сыграли. А мой первый матч вообще. Он такой подходит. Радим, молодец. А Кончелло, видимо, услышал Диму. Туша подходит, говорит, Дим. Ну, я... Да, Андрей. А он уже в Манчестере? Он уже звезда, да? Да, он в Манчестере. На следующий сбор приезжает, говорит, Дим, как дела? Я говорю, Илюха Ценбаларю, говорю, видел, я Дима. Следующий сбор. Дим. Дима, пас на опоре. Я говорю, да, Андрей, на. Так когда он узнал, что вас Влад зовут? А? Когда он узнал, что вас Влад зовут? До сих пор не знает. До сих пор Дима, да? Слушай дальше. Приезжаем на чемпионат Европы, он, видимо, списки прочитал, говорит, походят, говорит, а ты не Дима? Два года прошло, мы вместе. Я говорю, нет. Он говорит, а что ты сразу не сказал? Я говорю, Андрей, уж послушай, ты играешь с Кантаной на одном поле, у тебя Бэком, блядь, на скамейке под тобой сидит. Какая тебе разница, Дима или Львов? А что касается того матча в Шотландии, значит, еще. Все, я должен был быть в запасе, Серега Кирякова должен был играть. Ну и разминаю счет, и Киряков получает травму, романцы подзывают, говорит, выйдешь в составе. А это в Шотландии, там, 40 тысяч, я первый раз. Я играл там в Екатеринбурге, чемпионат России, еще в то время ни фанайди не было, ни студию. А ты в ЦСКА, да? Я в ЦСКА, да. Ну, мне дают майку, такой, выхожу, гимны играют. А, знаешь, камера, когда проходит, а для меня это все время было, знаешь, гимны, я так думаю, смотри, она вздохнула, вспомнила своего. И я так стою, с Радченко рядом. И камера проходит мимо меня, мимо Радченко. Я говорю, Дима, нас покажут по Первому каналу? Радченко говорит, ты дурак, нам играть сейчас. А ты хотел в камеру передачу, что ли? А я, а я, меня показали, хотел уйти, думаю. История на Евро, знаешь, какая была? Амар Тетранзе, играем с немцами. Ну, а заявка раньше была, 22 игрока на весь турнир. А здесь добавили третьего вратаря. Ну, и Романцев заходит, установка такая, посчитал, 22, начинает установку. Говорит, там, этот здесь играет, ты здесь играешь, Радимов, ты здесь играешь. Амарик, а, Тетранзе говорит, ну и смотрит за вам. Амарик, ты вот специально там, Энди Мюллер, ты с ним, вот, ты при таких там ситуациях, туда-сюда, перемещение. Ну, и выходим, и в автобус надо идти, мы в отель. Я так с уткой иду, вдруг открывается номер, оттуда амар такой. А что, уже будили? Я говорю, да не, спи, еще раз. То есть он установку дал кому-то другому? Он проспал. Нет, так как у Романцев говорил установку. Никому не было вообще. Поэтому 3-0 влетели. 3-0. Мюллер не забил. Минуточку внимания вашего, Ром. Да. У нас как раз скоро перерыв на сборной, раз мы же о них заговорили. И у нас есть такая игра, она называется «Угадайка». Сейчас на этом телевизоре будут появляться фотографии. Угу. И появятся схемы из игроков РПЛ. Только вместо этих фамилий будут, ну, как бы, фотки, которые будут указывать на этих игроков, но не сами игроки. В общем, вы просто по этим фоткам... Какие-то каламбуры будут, да? А вы должны будете угадать подсказки. Вот. Что это за игрок? Так что давайте начинать с первого. Это... Так. То есть что? Надо угадать-то? Я ничего не понял. Нужно угадать игроков. Ром, можешь перевести? Да. Вот он, например, Виктор Анопко, центральный защитник, 100%. Давайте с вратаря начнем. Можно? Можно? Это кто? Жириновский? Секунду. Я сразу же скажу, что это локомотив. Вот прям сразу. Нет. Да какой локомотив? Да при чем локомотив? Игроки. Игроки. Ирпелл-это, типа, как сборная. Там зашифрованы игроки. Короче, в нападении Дзюба. Анна Дзюба. Да. Потому что Анна Асти, которая царица. Поешь песню царица? Теперь он пьяный по твоей вине. Я не знаю песню. На первом месте. Такая городская песня? Да. Вообще, вообще, на все... Или ты поешь просто плохо? Я пою плохо. И все... Ну, не важно. Это Анна Дзюба. Поэтому мы зашифровали. Угадали, да? Да, угадали. Следующий. Следующий. Значит, давай, брат... А вообще, я бы хотела, чтобы вы свортовали. Давай, свортовали. Кто это? Жириновский. Это футболисты... РПЛ. Сегодняшний, да? Да. На данный момент. Жириновский? А что он в руках держит? Жириновский. А он... Ну, лекарства какие-то. Ну, слушайте. А, подожди. Это Сафонов. Сафонов оплати. Да, Сафонов оплати. Есть. Так. Бритва, да? Бритва. Это, наверное, Джикия. Ну, да. Давайте, да, с Бритвы... Это Джикия. Да. Слева... Ты не надо меня переводить, я тоже по-русски разговариваю. Просто Защитников. На Бабкин слева. Да, потому что, видите, кто? Джессика Кулиндж. Как известно, он ухажер для твоей мамки, как говорят. Да, Кирилл на Бабкин. Это одна из величайших кричалок, я считаю, в российском футболе. А вот этот... Кирилл на Бабкин... Подожди, Маршал? Кто это Маршал? А, да, я не знаю. Так. Кто может быть Маршал? Александр. Ну, дальше. Есть? В защите играет Александр Маршал. Но это не только русские игроки, это еще и легионеры. А, тогда это Борьбуина. Правильно, он генерал. Но он генерал. Но там это Маршал или генералиш-то. Почему генерал он? У него кличка генерал. А почему какая кличка? Ну, такую кличку ему в Бразилии дали. Ну, такой он командный, такой он всегда не улыбается никогда. А он в баню не ходит? Потому что в бане генералов нет. Ага-ха-ха. Идем дальше, давайте. А если у него погона на плечах? На татуированный? Да. Это уже криминальный авторитет. Идет, бычок качается. Но текнезян... Бычок качается? Нет. Бычок. Нет, текнезян вон сверху, слева. Подожди, корова. Это корова или что за бычок? Бычок, бык. Так, наверное, кто-то из Казанадара. Это Волков, Волков. Волков, правильно. А почему? А, да, все понятно. Маленький бычок. Ну, потому что там Волк и Бык, это фильм, кажется, да? Да, да, да. Мультик, мультик называется там. Мультик, да. Миранчук. Так, Департия, это Саранск, да, какой-нибудь? Нет, это с российским паспортом кто? А, Клаудинио какой-нибудь или Бэндал? Да, Клаудинио, правильно. А ниже, брат 2, это Миранчук, наверное. Да, скорее всего. Ну, это брат первый, на самом деле. Да, 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 брат первый в Италии. По наушникам проводным узнал. Да. Потому что во втором уже были айрпод. Слева Текнезян. Слева Текнезян. А это Промес, потому... Там Промес с другой стороны. А, смотри, смотри. Почему это Промес, да? Верните фотографию, верните фотографию. Почему у тебя Месси мимикрировал в Текнезяна на футболке? Это Текнезян. Нет, это была футболка с Месси, она просто чуть подкрасила. Нет, просто стираешь с гетрами локомотивы, а это Текнезян. Дальше. Тони Монтана, это же кто? Промес? Кокаин, это Промес, да. Да, тягнуть к нелегальному... К нелегальному убийству. Я бы логическую линейку хрен даду, вот еще такую. Так, ну наверху это Дзюба. А в Каске это кто там? Это хоккейство? А вот кто в Каске, я не могу понять, он похож на... Можешь пальцами так делать? Кого? Журналист Каши. Кто-то поднимает трофей над головой. Ну это отец того самого футболиста, который зашифрован. Кто в бенде, кто у нас отец? А, Тюкавин. Тюкавин, да. Тюкавин. О, слушайте, вот. Все, мы все угадали. Какие же мы лучшие. Все угадали, вообще отлично. Давай, давай по этим футболистам пройдемте. Верните фотографии, я у Влада хочу спросить, кто, вот, кто из них мог бы в Европе заиграть? Он слева наверху. Слева наверху? Какой нападающий. Тюкавин. Тюкавин. Да? Так он уже в Европе, он из Армении. Он уже играет в Европе, в России. Ян, а если вот поступит предложение Наиру уехать в Европу? Она будет вести программу This is football, bro. Нет, на самом деле... А почему в Англии-то? Было бы здорово, если у нее получилось. А может она будет по-арабски, по-арабски будет это футбол, брат? Хорошо. В России мне, конечно, очень хорошо. Я здесь все чувствую. Просто некоторые пишут о том, что, типа, вот, он в Европу уедет, и она поэтому с ним, потому что он скоро уедет в Европу. На самом деле у меня в России все отлично, у меня здесь работа, у меня здесь мама, папа, у меня здесь все. Поэтому, конечно, в Европе... Нет, про маму мы знаем историю, да. Да, поэтому... Что мама смотрит... Мама, кстати, мама видела твою программу? Ты же слышал, что она говорит? Я понял. Смотри. Я хочу, знаешь, что я хочу, чтобы... А какие мамы смотрят программу? Я со своей сравню сейчас. Да нет. Я тогда просто на предыдущей придаче, когда мы говорили про порно, я сказала, у меня мама смотрит, типа, меня мама смотрит. А они подумали, что у меня мама смотрит. Ну, в общем, там. Короче, я бы хотел... Ян, Наир смотрит эту программу? Да. Хорошо, Наир, я много лет комментирую Бундеслигу, поэтому мне бы хотелось, чтобы ты играл в чемпионате Германии. Потому что это будет прикольно, ведь ромашка по-немецки Ганзенблюхен, кажется. Это очень смешно, и мне кажется, что... Яна Ганзенблюхен? Да, да. И мне кажется, что это очень-очень круто. Яна Ганзенблюхена. Выезжаешь ты в Германию на автобан, а там везде плакаты с Яной и Ганзенблюхеной. Дашь из футбол, бро, дашь из футбол. Это очень как обзывательство, и вообще ужас. Бля, вы идиоты, реально. Да я не про тебя, я проходит полгода, проходит полгода, и в гильдертизме появляется вот этот плакаты у нас бро. Слушай, а если вот, допустим, в Испанию переезжать... Яна держит за рога быка? Да, например. Как футболисту, вот куда бы ты посоветовал Наиру поедать? Как будто он такой, интересно, куда я поеду, вот так вот, как будто пальцем в небо. Там кто предложит, туда и поедет. А я считаю, что все должны предлагать. Смотри, допустим, предложила команда из Марбелии, там, четвертая лига, надо ехать? Блин, только я не туда. А он, пускай с мамой с твоей, я стою в Марбелии в логи же. Так, послушай, ты лучше другой расскажи. Ты тренер команды «Чисто Питер». У тебя вчера вышел человек, которому на следующий год 168 лет играть в футбол с капитанской повязкой. Иваныч лучший вообще. Лучше? Вообще. Ну, лучше бы Гремняка точно в этом матче. Вы объясните людям, кто не смотрит, кто вышел на поле? Александр Иванович Медведев. Вышел с капитанской повязкой. 68 лет. А, я видел, у него капитанская повязка. Выйти в 68 лет, ребят, дайте по-моему. Это не повязка, это было давление в мире. Понимаешь? Но он относится к этой истории очень позитивно и помогает. Курирует команду «Чисто Питер»? Нет, они никто курирует. А почему такие… Влад, а как ты относишься к этим историям, что рассказываешь, что он с чемоданами денег в раздевалку приходит? Ну да, приходит, открывает, и начинает кидать. Вот если «Сеятель» смотрел и «Сеятель» смотрел, и «Сеятель» в студию. А реально, вот как ты думаешь, на всем этом хайпе медиафутбола, реально ли, чтобы игрок из медиакоманды чисто гипотетически попал в сборную? В расширенные списки. Ну не в это, знаешь, когда ты просто пока листал фотографии, кто вызовет, телефон сел до конца, пока я дочитал. Ну реально сейчас… Да нет, конечно. Нет? Даже если они далеко будут проходить в Кубке России. Да куда они далеко пройдут, они уже наигрались. Хорошо. В одной 284-й. Хорошо, вот, например, играет в медиа-лиге, его приглашают в первую лигу. Не завидовать Тудроц. Это нехорошо. Я играл на этой стадии сам, в свое время, где они сейчас оступились. Влад, составь сборную России с тобой в составе из игроков, которые выступали с тобой с 91-го года. Давай за такую дрим-тим твою составим в воротах. Андрей Тихонов прям всех спартаковцев запихнул. Ну просто аудио, вот такая память. Ни одного, значит, не поставим сейчас спартаков. Давай, давай так. Сборная Родимова без спартаковцев. Не, ну как же с ними? Тихо, ну уж будем. Давай, вратай. Вратай. Малафеев. Так. Не надо только друзей пихать. Нет, нет. Не надо понебрасывать на это российское. Нет, нет. Сразу там Дидисов, Малафеев. Нет, нет, послушай, с кем я играл? Или вообще, в принципе? Нет, с кем ты играл. И сборная тоже. Не знаю. Давай, Малафеев в воротах, слева в защите. А, нет, если с кем играл, то от Дима Харин такой. Дима Харин. Я думаю, что здесь объективно он фантастический вратарь. Да, из ЦСКА тоже. Да. Харин в воротах, слева. Ким Дон... А, нет, как же, не Ким Дон Джин. Ким Дон Джин. Ким Дон Джин. Да. История про корейцев, знаете, конечно. Приехали в Зенит. Тоже про собаку. Тихонов рассказывал про собаку. Про собаку, да. Про эту же собаку. Я не могу узнать историю. Надеюсь, нет. На базе был этот... Хорошо, моя маленькая собачка не понимает. Норвег. Норвег. Как Норвег в Зенит играл? Хаген. Хаген. Он завел собаку на базе его дельной. Ну, и что-то подкармливал ее. Приехали корейцы, на второй день собака исчезла. Я... Блин, это моя реальная история. Она просто убежала, ее никто не съел. Нет. Она просто увидела корейцев и съебалась, и все. А что, если она успела? Ну, да. А дальше эти корейцы, ну, Хаген на них косился, и потом корейцы, знаешь, когда приехали, у них такой подсказ идет на тренировке, когда кто-то один, они кричат «Ури!». Ну, и один корейц другом кричит «Ури!», «Ури!». Ну, мы начали что-то ржать, адвокат стоит, тренировка там, квадрат какой-то идет, и вся команда начала друг к другу «Ури!», «Ури!», «Ури!». А адвокат смотрит, вообще не понимает, в чем дело. Так, центральные защитники два, топ. Ну, бельгиец, наверное. Яхимович, наверное, я думаю… Да, какой Яхимович? Хороший защитник? Ну, я думаю, что Юр Никифоров. Так. И Ломберц. О! Ломберц – кайф, я люблю. Кайф. Справа в защите. Анюков? Справа в защите? Наверное, больше у меня не было никого. Анюков. Анюков, центр. Кто с тобой будет? Кто-нибудь из Сарагоса надо кого-то. Такая, только русские же. Почему? В сборную России. С кем ты играл? В сборную России. А, в России. А может, натурализуем? Ну, Ломберц уже дали фаск. Ну, я бы назвал Добровольский, Игорь. Фантастический. Подожди, но он десятка. А вот ниже, опорный. Ну, в средине. Опорный. Опорный, наверное, Тимасчук. Да? Тимасчук. Сильнее Денисова? Ну, я думаю, как опорный, да, сильнее. Да? Да. В плане организовать атаку Денисова посильнее. И что, у нас 4-3-3, да, получается? И три форварда. Ну, Аршавин. Ага. Ну, три с половиной туда. Два с половиной, да. Слева Аршавин, справа. Еще два форварда надо. Да. Никого справа не будет. Симак. А в нападении? Симак, точно. А в нападении центр? Симак будет нападение, и Хохлов справа. О-о-о. Я почему Хохлов? Потому что мы с Хохловым и Симаком, мы же с детства в дубле еще ЦСКА играли, там, с 15 лет. Я не говорю, тащи всех своих. Нет, просто Хохлов, лучше, чем я понимаю, Хохлов. Ты признаешься, что он станет мэром Санкт-Петербурга. Значит, пожарную команду возглавит Хохлов, скорую помощь, значит, Симак. А у нас не так происходит везде. И полицию возглавит Харин. Да. Из Лондона будет прямое включение. Ну, что я плохих футболистов знаю? Нормально, нормально. То, что сейчас мы собираем сборную, ну, сборную России настоящую, Карпин собирает, и играем с Камеруном в Москве из Кении. В отеле. В отеле. Разъебем Кению. Мы с тобой до матча, говорят, ты говоришь, на отельном поле играть, это плохо? Ну, как национальная сборная, мне кажется, не на отельном поле. Ну, а то плохое, плохое поле, оно же не искусственное, но нормальное поле. Там команда готовится и проводит межсезонки. Ну, да, в номере пришел, гитришки надел, вышел, раз, сыграл и ушел. А представьте, лифт застрял в отеле, да? Вот они спускаются на матч, и лифт застрял. Давай так. Так уж много раз играли. Они не играют у тебя в Черкесске. Там не может застрять Лис. Почему? Потому что... Потому что это Титаник отель. Отель, Титаник. Он сразу весь уезжает, чтобы все... А вы знаете, что я был в этом, в отеле Титаник, по всему отелю висят эти плазмы, и 24 часа в сутки Титаник показывают. Серьезно? Да, он прям... Я не поеду в этот отель. А ты в этом отеле останавливаешься? А у меня был, я был в Аргентине и ходил от огненной земли, где ушуая, в море Росса, туда на корабле к Антарктиде. И когда у нас брифинг был, в отеле мы собираемся, и из колонки играет музыка из Титаника. Я говорю, вообще класс, ребята. Мы завтра садимся на корабль и идем через самый жуткий пролив в мире с 12-ти бальным штормом. И айсберг у нас встречает. А в каком моменте вся эта история превратилась в клубки на путешественников? Из футбольной программы? Как понтануться незаметно? Незаметно, да. Ну ладно, но был я в Аргентине. Я был на острове, но огненная земля... Это не остров, это просто внизу там, в Аргентине. Где там внизу? Хорошо это или плохо, сейчас играем в такую игру. Ребята, я вам называю что-то из жизни, а вы говорите, хорошо это или плохо. По очереди, Влад, начинаем с тебя. Чай с сахаром? Плохо. Хорошо. Нет, нет. Идеально еще с лимончиком. Ну подожди, еще с лимончиком, еще путерброд с красной икрой, еще коньяк, чай выливаем, пьем коньяк и бутерброд с икрой. И все это все перемешать. Парное козье молоко? Хорошо. Нет. Да, кайф. Мне тоже не нравится. Через всю страну на поезде. Гениально. Гениально. Ужасно. Ты жопа какая-то, конечно, нет. Но это смотря, если вот в люксе, то вообще отлично. Нет, за рулем поезда. Идеально. Да в каком люксе, блин? Знаешь, сколько ехать? Две недели. Чартер. На третий день ты взборишь там. Ну там бутбольные кровати в люксе. Это я видела по картинкам, я не знаю, но мне кажется, что это здорово. Капец, ты же там все время будешь вот примерно в таком положении. Еще к тебе будут рандомные люди заходить. А ты ездил бы Владик на поезде, что ли? Нет, конечно. Я вообще на Владике не был. Я ездил до Ростова, мне хватило 17 часов. Там такие люди заходили под Рязанью. Капец. А представляешь, ты... Знаешь, он так рассказывает, как будто остался без одежды и без пасту. А там еще проводится из 80-х такая же. Ну вот это и поезд такой. На самом деле это ложь. Реально сейчас поезда очень классные. А это такой молодой Рома идет на вокзале, и она таким вот... Ты, ночуй сегодня со мной. Знаешь, такая, проводится. Я просто всю жизнь проездил на поездах, и я просто ненавижу поезда. Потому что я и передознулся. Да, интересно, знаете, ночь, поезд идет. Такая лоховая реклама РЖД. Полочка, полочка нагучего пустая, и только из комнаты проводницы такой крик блестящий. Помогите. Слушай, а у локомотива есть Скидкина? А потому что футболистов раз в год поездку... Ну, Евсеева есть почетный железнодорожник, карточка, он садится и ездит бесплатно. Ну, ему, наверное, только флажки подарили. Со своим стулом в купе. С молотком ходить по рессорам, стучать на станции. Так, дальше. Просто кто-нибудь ездит на поездах? Можно я один экзистенциальный вопрос задам? Зачем люди, когда заходят... Зачем такие сложные слова ты говоришь? Зачем люди... Влад, Костя, Тимур, Яна, люди, обычные же люди, да, которые тоже делают глупости. Зачем вы, когда заходите в поезд, сразу начинаете жрать яйца? Объясните. Что там было в следующий раз? Переверни. Хорошо. Ответьте в комментариях. Дальше. Хорошо или плохо? Локомотив при Галактионами. Нейтрально как-то я... Можно, да? Да. С дюбой да, без дюбы нет. Лучше. Лучше, чем что? Ну, потому что в прошлом сезоне они были на 13-14 месяце, кажется. А когда пришел Галактионов, они были на 3-й. Не связываешь ли ты это с собой? Подожди. Не связываешь ли ты это с собой? Ты пришла в локомотив и посмотришь, что происходит. Так я же не ко всему локомотиву пришла. Напоминаю, что нужно что-то хорошо, неплохо, а не разматывать на пол. Программы свой ответ. Судейство Романа Галимова. Хорошо. Я даже ни меня слов подобрать не могу. Хорошо. Потому что ты из Бурятии? Не, ну хотя бы он оправдывает. Беспредел. Послушай, с его судейством, хотя бы когда кричат там трибуны, судья Гондон, хотя бы это оправдывает. Зачем они такую фразу кричат, что там болельщики? Мы с Ромой давно знакомы, но нет. А что за вопрос был? Судейство Романа Галимова. Вар тебе. Господи, я вообще не знаю. Спасибо. Не перезвонить после секса. Ты вопрос задал? Да. Ситуация такая. Хорошо это или плохо? Не перезвонить после секса. Я не перезвоню. Да. Да, нормально. Нет, а вам? А если вам не перезвонят? Да еще лучше. Да еще лучше. Иногда, да. Давай. Хорошо, конечно, хорошо. Ром. Нет, это плохо, но я так делал. Не знаю, мне такого не очень никогда не спряталось. Ты плохой. Заключить брачный контракт. Хорошо, в моем случае хорошо. Я не знаю, что это. Уже мне поздно об этом говорить. Не, не, не надо. Хорошо. Наверное, было бы хорошо. Зарплаты российских футболистов? Хорошие. Да. Прекрасно. Хватает. И кольцо такое. Хватает. Не, она так сказала, могло быть лучше. Прийти пьяным на тренировку. Ни в коем случае. Не, не, я не... А буду? Нет. Я если в студию, то хорошо. Я такое делал в детстве, но плохо. В детстве? Что за детство у тебя было? И сколько лет тебе было? Да. 15. А у нас, да, это детская, юношеская спортивная школа, тремор, когда... Ты что, я дюше, что ли, вставил? Джо-джо-джо-джо-джо. Да нет, это ужасно, конечно. Нет, торгуй. Майя Фернандес, извините. Одним словом? Да. Ну, хорошо. Ну, я считаю, нормаль. Очень быстро. Мне вообще все равно. Там есть другие ответы, если что, Ян. Мы ускоряемся, давайте. Захарян в Реал Соседат. Плохо. Плохо. Да, хорошо. Нормально. Аршавин, ведущий на Матч ТВ. Безобразно. Плохо. Кайф. Нормально. Лучше в итогах он смотрится. В итоге он смотрится идеально. Нормально. Любое интервью Александра Мостового. Жесть. Цитаты. Супер. Отлично. Нормально. Виски с утра. Иногда. Необходимость. Нет. Никогда. Играть в рулетку. Нормально, хорошо. Хорошо. Играть в рулетку? Да. Играть хорошо, проебывать плохо. А у нас с Тимой, знаешь, было одно время в 90-м. Да, у нас были 90-е. Рулетка, в смысле, вот пистолет? Да. Нет, вот какой пистолет? Пистолет, рулетку. В какую рулетку или какую? Вот такую рулетку. А, да нормально. Нормально. С друзьями на рыбалку? Да. Хорошо. Я только с дедом ходил. Да что ты такие мужские вопросы настаешь? С подругами на рыбалку? Жопеча. Нет, никогда мы не ходим. Это очень плохая адаптация американского сериала. Сейчас была. Подругами пусть идет. Женщины-арбитры в мужском футболе? Нет, катастрофа. Плохо. Очень плохо. Нормально, Стефани Фрапарова, он нормально будет. О, помните? Очень плохо. Помните мексиканку, которая судила матч на чемпионате мира? Да. И не успевала бежать по бровке. Да, да, да. А уже атака закончилась, а туда пошла, она только в ту сторону бежит. Хорошо, товарняк с пеней. Безобразный разъем. Нет. Нет. Все, хорошо. Давай, Ян, ты. Да. Вот у кого-то что-то хорошо, а у другого бывает иногда наоборот. Согласны с этим? Да. Давайте зарабатывать, в общем, фрибеты в таком же ключе. Я сейчас буду включать вам аудиофайлы, которые вот здесь будете где-то слышать. И там будут команды, название команд наоборот. Вы должны будете угадать, что это за команды. Кто угадает, во-первых, вам нужно обязательно помнить, что нужно нажимать на кнопочки. А во-вторых, тот, кто угадает первым, получит тысячу фрибетов. Влад, ты же приходил на программу? Да, слава богу, ты пришел. Там был конкурс АПОЖ. Да. Вы, кстати, играли против Лёня Слуцкого. И Симака они были в одной команде. Яр, шайный. А ты опять же бывал. То есть он изменяет Симаку? Лёня, видишь, такой непостоянный. А Дзюба тогда еще никто не знал. Дзюба это еще только школу закончил. Давай, Ян. Ян, аудиофайлы. Налим. Какое-то имя. Милан. 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 По 500. Хорошо, по 500. Да, нажимай. Да, нажменькой. Давай, Налим. Налим это же рыба такая. Да. Аканам. Монако. Монако. Ну-ка еще раз. ЖСП. ПСЖ. ЖСП. ЖСП это просто команда из НПЛ. Нет, ЖСП это. Нет. В очереди, в порядке. И ни одна причем. Нет, ЖСП. Вторая восьмерка, все ЖСП были там. Да, мы в первой восьмерке есть. Рано, две. Одна, две. А там все восемь. ЖСП это, когда у тебя ты тратишь деньги на херню всякую. А, слушайте, не трогайте, у него диагноз ЖСП у него. Ты что? Ты что? Это твои походы по магазинам. Так жена говорит, что у тебя ЖСП. Ты где играешь? В РФПЛ? В ЖСП. Итак, со статилона ЖСП начинаем. Пойхай. Давай. Но вчера они играли как в ЖСП. Еще можно в очередь за сквятками из почтового ящика стоять. Тихо. Нет. Ёчха Бринев. Фенербахче. Молодец. Фенербахче. А вы можете еще раз? Ёчка, вы зачем на бурятском говорите? Говорите нормально, переводите. Конечно, он обыгрывает нас. Мне нравится, я так следующего сына назову. Ёчка. Ейроваб. Еще раз. Бавария. Ейроваб. Правильно. Бавария. Что за люди? Что вы за... Не знаете вы это языки? Витамакол. Локомотив. Локомотив. Название нормально это подобрали. Шрафцнерев. Еще раз. Шрафцнерев. Подожди, еще раз, подожди, еще раз. Ференцварыш. Шрафцнерев. А вот это на самом деле я когда кавказские какие-то мероприятия веду, там такие... Это как будто Налим Шарацнерев. Да, Налим Шарацнерев. Для вас споет Налим Шарацнерев. Огойкий вкус моей речи. Ференцварыш. Так. Катрапс. Это? Катрапс. Каламс и Катар. Катар. Спартак. Это то, что происходит со Спартаком. Катрапс. Полный Катарст. Это пара и помиле Абашкаля. Да, Катарст. Зовут, зовут Игорь. Акифнеп. Акифнеп. Игорь. Акифнеп. Ипорь. 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 Акифнеп. Болгарский Акинфеев. Македонский. Македонский. Налим проще как-то. Акифнеп. Вы сами смеете сняйте, скажите кто-нибудь. Ну. Бенфика. Ну вы вообще. С кого-то еще зала я угадал. Так. Акифнеп. Акифнеп. Это винный магазин у меня в доме. Круглосуточный. Балтика. Ты не видел, что я уже сказал? Я не слышу. Ты просто говорил как будто в себя. А там эхо такое. Мне такое впечатление, что я по-грузински говорю, ты переводишь по-русски. Ну и последнее. Последнее. Ану Сасса. Прежде не называй. Я хочу послушать. Давайте еще. Еще раз. Ану Сасса. А это чемпион России. Еще раз. Ну-ка. Ану Сасса. Это когда сейчас Динамо обыграл Спартак и... Ану Сасса. Подождите, не говорите. Можно еще раз? Ану Сасса. А ну проведилось Ану Сасса. А надо Ану Сассо. Ану Сассо. Это не меняет в Лиашвили. Ану Сассо по Лиашвили в конце должно быть. А Сассуно? А Сассуно. А Сассуно. А Сассуно? А Сассуно. А Сассуно. И это тоже после матча Спартак-Динамо. Все, молодцы, вы справились с этим. Мы приближаемся к концу. Да, мы к концу приближаемся. И у нас есть видео в загашнике. Оно не только внимание мировой общественности, но и истинные ценители обратили внимание. Давайте посмотрим. Это прощание с Пепом Клотетом. Почему никто не улыбнулся на видосе? Или кто-то улыбнулся? Когда Тимуру показали, все улыбнули. Нет, вы же знаете, что он запрещает своим футболистам улыбаться, выгоняет их во вторую команду. Слушайте, во вторую команду. Шути, там, по-моему. Уже все. Уже все. Уже со второй команды всех переводит обратно. Кто торпеды сейчас возглавит по итогу? Торпеды кто возглавит? Думаю, это Ла Ла Лайф. Может, и Химки торпеды потренировать. Да, есть вариант, что Клотет уехал в Ану Сассо. Вот это тренировать в обратный футбол. Классно, что он подготовил для мирового футбола Джуда Биллингема и дальше тренировал торпеды. Как это вообще возможно в одной себе? Он в новый вызов бросил. Леонид Викторович Слуцкий, твой любимый, подготовил для этого норвежца. Одегора. Одегора. И сейчас что делает? Из жопы не вылазит. Кто? Да. А подготовил для мирового футбола Одегора, якобы. Ладно, переходим к ставкам. О, наконец-то! Моя самая сильная часть программы. Кстати, вы в курсе, что все эти ставки, которые мы тогда делали в прошлой программе, я все, ну, мы с Димой Тарасовым все сделали, точнее, это же я говорила, да, Дима просто поддакивал. Да, так оно все и было. Все было так и есть. Так что слушайте. Поэтому у гостей куча денег, а у нас почти нет. И я напоминаю, что у нас есть четыре команды, у каждой из них есть группа в Телеграме, и там мы зарабатываем деньги, которые потом всем участникам группы перепадут в конце сезона. Напомню, что это будет ближе к Новому году. Я не просто так туплю в футболе, потому что ставку я буду делать ту, за которую проголосовала моя команда. В прошлый раз ребята голосовали на тотал больше два с половиной. А какой матч, подожди, скажи? Какой матч мы обсуждаем сейчас? Спартак Крылья. А на что ты поставил тогда? Я поставил тотал больше двух с половиной. И было 4-0. Молодцы. Крылья молодцы. Хорошо. И команда моя молодцы. Ром, озвучь там сумму. Ром, озвучь там сумму. Ром, озвучь там сумму. Можешь, но мы тебе не дадим это сделать. У меня 80 тысяч ровно. Не знаю, как так вышло. У Тимура 106-190. И у Кости... Вес, что ли, мой? Без ног. Без ног. Причем через дефис 106-190. Между. Это между. Угадай. Я играю. 5-166, а в понедельник уже 190. Ну, Дима Тарасов обглажит цифра между 10-ю и 29-ю. И у Кости 81 тысяча 950 рублей. И первый матч, на который мы выбираем варианты. Краснодар-Ростов. Фонбет дает на победу Краснодара всего лишь 1-62. На ничью 4-0-5. И победа Ростова оценивается в 5-70. Итак, выбираем. Владик, давай. Так. Что, тут из этих трех вариантов? Нет, ты можешь вообще что угодно. Любую ставку на матч Краснодара. Ты же знаешь, что Фонбет дает на каждый матч больше 100 наименований ставок. Поэтому ты что хочешь ставь. Деньги забирать нельзя просто так. Тут некоторые гости говорят, можно я заберу и уйду, останусь при своих. Победа Краснодара через тотал больше. Хороший вариант. Победа Краснодара. Ты тоже там смотришь? Нет. Мы открываем сайт или приложение Фонбет. 10 тысяч. 8, 7. Исход и индивидуальный тотал. Вот, короче, от 1000 до 15 тысяч. Победа Краснодара и тотал больше 2,5 стоит 2,60. Сколько денег? 10. 10 тысяч рублей на коэффициент 2,60. Ого. А можно украсть ставку у родимого? Можно. Можешь выкупить. За 10 тысяч. Нет, у меня даже чая тут не осталось. Так, я поставлю тотал больше через победу Краснодара. Раз ты ставку украл. То и чай тебе нравится. С сахарком. Нет, так ты сделай, как будто с Джеймисом. Блин, ну я реально так же хотел поставить. Можете просто поставить. Ну я так же ставлю. Победа Краснодара и тотал больше. Ну повторюшку. Сколько, ты сказал, ставок Фонбет дает? 100. Почему он так же ставит? Ну потому что... Вот такая у него богатая фантазия. Ему 99 не нравится? Такая богатая фантазия. 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей? Нет, давайте чтобы вообще не под копирку. 11 тысяч рублей. Нет, 9. Где-то между 20 и 10. 9 тысяч рублей. А что, я не понял. Тарасов 9 назвал. Сказал, что это между 10 и 20. Мы сказали, все получали премиальные между 10 и 20 миллионами рублей в год. Я получил 9, он сказал. А у вас как-то... А что, удивляет? Что он так сказал? А у вас какие премиальные в «Зените» были? В том, который все в день. А, вот хорошо. Подожди, пока отвлечемся на секунду от большая. Влад, за одну игру. За одну игру. Сколько? Какую ты самую большую премиальную получил за одну игру? Тысяч двестиная. Долларов? Долларов? Что за игра была? Не в казино? А гадайте. «Зенит» – «Спартак». Нет. Кубок Уэфа. Кубок Уэфа. А представьте, выяснится против «Амкара» в «Перми» 2-0 просто. Нет, когда вы выиграли у «Рейнджерс», вы получили по двести штук. А что если за победу? Там за весь трофей считал. Ну нет, за один матч. А, за один матч? Вот за один матч заходит… Кто там у тебя там? Когда ты был в Мутко, был тогда клуб? Нет, Алексей Борисович был. Нет, уже Алексей Борисович был. Алексей Борисович был. Вот он говорит, ребята, сегодня вы унизите «Спартак» и получите бесплатную путевку в «Салехард». А проиграйте в музей пыток в Петербурге. Какая большая? Вот за одну отдельную взятую игру. Ты знаешь, у нас в Испании один раз было, в Лигу чемпионов только создали, значит, и два тура до конца мы играем с Сарагосовым на Бернабеллу в Мадриде. Ну и Бильбао, говорит, там каждому по 25 тысяч долларов, ну в те времена, в 90-е. Если вы отберете у них очки. И? И мы шлепнули 2-0, и они на следующий день принесли чемодан как раз. Да? Открыли. Наличкой? Да. Красиво. Класс. Так, продолжаем. А 90-е в Испании тоже были, понимаешь? Ну сейчас, я думаю, можно... Тогда это правильно. Сейчас это все в Англии происходит. Я ставлю, что Краснодар выиграет с фурой минус один. Вообще Краснодару реально... 2-0-5 коэффициент. 2-0-5. Я пока не верю. Ставлю 10 тысяч. Мне кажется, что... 10 тысяч на минус один в Краснодаре. Ну дальше? Влад не верит в Краснодар чемпионку. Я сейчас послушаю. Сергей Николаевич Галецкий не верит в чемпионство Краснодара. Конечно, Влад не верит. Ром, твоя ставка? Моя ставка. Краснодар выиграет первый тайм. А второго не будет отмену? Да. А второй просто у него дела. Он задит на второй тайм. Мне в этом уже не важно. Краснодар выиграет первый тайм за 2-18. Ты сколько ставишь денег? 10. 10 тысяч рублей, я ставлю 5. Так, и переходим к ставкам на дерби в Сеяруси. Спартак-ЦСК. И тут очень интересная линия у Фонбет. Победа Спартака 2-3. Победа ЦСКА 3 ровно. Что как бы достаточно странно. И ничья 3-75. Моя команда в Телеге проголосовала. Значит, у меня, я хочу с вами посоветоваться. 25% у меня проголосовало, что тотал больше желтых карточек будет. Больше трех. Там нет, так не будет. Пока нет такого. Там, я думаю, будет 4,5 желтые карточки в этом матче. Да, 3, наверное, не дадут. С расходом не дают карточки. На матче ЦСКА-Спартак 3 карточки. Вот. Либо пенальти в матче. Я хочу тогда заложить свою квартиру. Либо пенальти в матче. И переезжаю в коробку на Савеловске. Я думаю, что пенальти в матче где-то 2.30. Вот так, официально. 2.30. И что выбрать? Желтых карточек дают или пенальти? На пенальти. На пенальти? Угу. Точно? Да. А на желтых карточек? Вы мне сказали, кто сует? Кто сует? А кто это знает? Пока еще неизвестно. Ну нет, если ставить на пенальти, то она должна... Нет, смотрите, мы определились, что все-таки здесь тотал желтых карточек. Сколько? 4,5, да? Ну, скорее всего, не имею. Есть у тебя там это? Да нет, еще не дают. Только угловые. Твои любимые. Мои любимые. 50 тысяч угловых к 37-й минуте. 11 тысяч рублей я ставлю на ту ставку, которая появится, что будет 4,5 желтых карточек. 11 тысяч. Ты чего? 11 тысяч. Я красную карточку в матче. Красная карточка, где-то 3,80 будет. Сколько ставим? 10. 10 тысяч на красную карточку. Одну. А я знаешь, что поставлю? А карточку я одну ставлю. Я поставлю, что ЦСКА карточка. Так. Забьет гол в первом тайме. ЦСКА забьет в первом тайме. А второй уйдет кто? А это хорошо. Еще кто тебе сказал? ЦСКА забьет в первом тайме 2,15. Прекрасно. Нормально. А 2,70 победа ЦСКА в первом тайме? Если что? 3,70. На кого, Тимур, ты думаешь, что забьет? Забьет кто в первом тайме? Да. Я думаю, Давила опять забьет в этом матче. Давила? Да. И остался я. Да. Это третий раз, когда я комментирую Спартак-ЦСКА. Я снова буду... Рома, а можно ли попросить какую-нибудь фразу сказать в этом? Давай, заказывай. Какую? Ну, я, например, в Турции буду смотреть. Так. Ну, что-нибудь связано с Турцией. Спартак тонет, как Титаник. Нет, я не в этом отеле буду. Я не в этом отеле. Я не могу себе позволить жить в этом отеле. Я просто буду... Я в палатке живу на берегу. И тогда скажи, что Спартак сегодня перед матчем съел три кебаба. Нормально? Да, хорошо. Три кебаба. Давай как что-то из песни Таркана. Иди, горячка. Начни репортаж, Партак. С вами Роман Новичев и Константин Герич. Я возьму чистую победу ЦСКА. Хотя в этом сезоне я очень везучий комментатор для Спартака. Они выиграли все матчи, которые я комментировал. Но мне кажется, что рано или поздно... Думаешь, это от тебя зависит? А? Думаешь, это от тебя зависит? Ну, Антоха Зиньковский присылает мне сообщение, что я как раз проклятый для Спартака комментатор, но с этого сезона я исправляюсь. Четыре победы из четырех. Но я думаю, что ЦСКА выиграет 3.25 на этот коэффициент. Я ставлю пять тысяч. Мне кажется, что сейчас против Спартака минус два с половиной. Кость, я могу как твой соведущий воспользоваться правом голоса? Давай. Давай попросим, чтобы Влад после Нового года еще раз к нам пришел. Да. Потому что истории много. Да. Он все недорассказал. Например, как он профукал Зиньковского. Да. Влад. Влад. Марадона, ех ты, Зиньковский. Я знаю, что запомнил. Они перебили. Они перебили. Просто проебал. Будет так. Напоследок. Они перебили тебя на заходе на историю с рулеткой. Поэтому мы тебя ждем еще раз. Да. Какая рулетка? Рассказать. Тогда мы говорили про рулетку. Друзья мои, перебили. И вот этот рулеток я перебил. Перебил у нас тур после тура. Как вы считаете, отставка Абаскаля будет? Во-первых. Можно сделать ставку, что Абаскаля уберут? Абаскаля, 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 Боскаля будет? Наверное. Отставка Абаскаля после дерби. Или Абаскаля пироль будет. Это же всегда так классно, когда после дерби. Черчесова тогда сняли. Сейчас Абаскаля, возможно, сняли. Как классно, да? Как здорово! Ура! Владислав Радимов у нас был в гостях. Я думаю, что ЦСКА вынесет фонда. Абаскаля, 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 Абаскаля.